Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий. Сегодня я вам расскажу о тисках Ивалдан стандарт, который мне на днях прислали, который я еще не удостоверился открыть. Мы вместе откроем эту коробочку посмотрим, что за тиски. Покрутим, повертим. Поставляем крючочки маленькие и большие. Поставим, ну, очень маленькие мушки на уклейку. Рабочие мушки. Проверим, подходит ли индийская станина. Так как мне пришлось заказать на ступице. Не было наличия вот таких. Ну и сделаем, как говорится, свои выводы. Так, вскрываем. И аккуратно вскрываем вверх. Так. Открываем. Так. Тисочки комплектованы хорошо. В отличие от вот таких, которые я до этого получал. Кстати, я не знаю, будет видно. Они ржавые. Пришли уже. Так. Вот у нас, собственно, и комплект. Все аккуратно, друг от друга не трется. Так. Сразу видно, что на губках тоже есть немножко ржавчины. Но, возможно, это в магазине хранили не по нормативам. Не знаю, камера зафиксирует сейчас в темноте. Но мы это сделаем покрупнее попозже. Так. У нас есть ступица. Ой, струбцины, извиняюсь. Так. Вот. Нитку-водитель. Какая-то запасная часть. А, это фиксаторы. В общем-то и все. Сейчас мы ее соберем и покрутим, повертим, зажимаем. Так. Я начинаю прям на ваших глазах все это собираю. Тут, кстати, какая-то резинка. А. Ну, это, возможно, автор сюда снул запасную, чтобы не потерялся от губок. Так. Фиксируем. Угу. Так. Крутилочки. Пластиковые. Не знаю, хорошо или плохо. С такими тисками еще не работают. Так. Зажато. Трубцины мы не будем вставлять. Потому что... Нет, сейчас это не актуально. Китайская. Или прям как индийская. Проверяем. Так. Что-то... Оно у меня затянуто. Ну все, зашло до конца. Ставим. Так. Все подходит. Можно начать тестирование. Так. Начнем тестирование. Губочки. Надеюсь, вам будет хорошо видно. Значит так. Немножко. Здесь есть пружинка. Я лишь могу догадаться о том, что... Бы фиксировать ли... То есть нить. Ну... Я предпочитаю пружинку. Скорее всего, я сюда ее одену. А этого, возможно, я сниму. Если это, конечно, не часть рычажка. Так. Так. Губки стоят из двух частей. Не соединенных. То есть держите, как я угадал, резинка. А. Ну и такая же, как я говорил, есть здесь. А как запасная. Так. Тормоз у нас... Ну. Держит хорошо. Сейчас попробую настроить, чтобы... Не падало. Нормально. То есть фиксирует. Резких скачков нет. Но чувствуется, что губки очень тяжелые. То есть если я, допустим, ослаблю и начну. Видно, что они живут своей жизнью. Поэтому... Нужно их настроить. Вот видите. Ну, сейчас более-менее нормально. Можно, как говорится, эпоксидных мальков штамповать. Ну ладно, это все потом. Так, губки я говорил, немножко ржавчина. Ну, это не страшно. При желании можно всегда все это смазать. Хотя автору не помешало бы сразу это смазывать. Потому что... Мало ли что, сколько там в магазине пролежат. Так. Болтик зажимной. В губках один нарез, то есть прорез для зажима крючка. Почему один, не знаю. Думаю, предполагал, что причем там будет еще и для маленьких. Ну да ладно. Начнем с большого крючка. Так. Примерно раскрываем. Фиксируем. Нет, надо поджать. Так, оставлю его прямо в этот нарез. Крючок почему-то задрался. Но я не выстраиваю. Ну ладно. Фиксируем. Фиксируется, кстати, очень хорошо. И не выпадает при расслаблении. Так. Держится хорошо. Вам слышно? Пробуем, как в одном авторском ролике загибался крючок. Давайте это проверим. Видно, крючок сильный. Ну, поверьте мне, загибается. Если придержать... Во. Находим, что крючок очень реально большой. И он загнулся в этих тисочках. Так что ничто из них не выпадает. По крайней мере, большое. Вот так вот. Вот такой вот теперь крючок. С этим понятно. Так как я не могу вам сказать какой-то номер. У меня не осталось в упаковке. И что за производитель? У меня есть вот такие крючочки. То есть, чтобы вы примерно знали, о чём сейчас идёт речь. Крючочки крупные, щучьи. Ну, в наших местах щучьи. И сравнение с этим крючком, чтобы вы видели. Разница, она очевидна. То есть, крючок, если взять за кольца. На порядок, на порядок просто тоньше и меньше. Вот так вот. И крючок был загнутый. Я проверю этот крючок только для интереса. Портить не буду. Так, крючки хорошие. Вот, не верно. Надо больше. Держит нормально. Пружинит, как гитара. Хороший крючочек. Не будем его ломать. Это были вот второго размера. ТМЦ 5263. Я их использую под щуку. Теперь мы проверим, как зажимаются вот такие крючочки. Средненькие крючочки 12 номера. ТМЦ 2487. Довольно-таки маленький крючочек. Ну, кому-то, может быть, он покажется большим. Так, подглянем наши губки. Соответственно, пролить я его не вставляю, потому что он невелик. Так, перегнал. Зажимаю. Держит хорошо. Гнуть мы его тоже не будем. Так. Теперь посмотрим одни из самых маленьких мушек, которые мне приходится делать. Вы, наверное, в камеру это вообще не разглядите. Не помню, какой сейчас это номер. То ли 20-й, то ли 18-й. Тоже фирмы ТМС. Вот сейчас я его подгоняю. Это мушечка на уклейку. Особенно уклейку, которая ловится по весне, по ранней. Такая маленькая мушка. Вот я его зажимаю. Ну, держит без проблем. То есть, тисточки, они себя, как говорится, полностью оправдали. Ну, видно ли в камеру? То есть, тисточки хорошо заражали большой. Идеально зажали маленький. Претензий у меня вообще нет. Единственное, губочки немножко ржавые. Вот такие зельские.